В Германии есть такой национальный массовый вид спорта, подача налоговой декларации с целью получения возврата. И немцы довольно охотно в этом участвуют, так как в среднем, подавая налоговую декларацию, человек получает возврата примерно на 800 евро в год. То есть как бы смысл в этом есть. Но иностранцы часто отстают в этом плане, потому что не практикуются у них так, в их стране нет такой привычки, и поэтому часто остаются как бы в этом состязании проигравшими. Наша цель в сегодняшнем разговоре с Евгением Шевцовым, нашим налоговым юристом, разобраться, как мы можем помочь уважаемым иммигрантам подать налоговую декларацию в Германии. То есть поговорим о каких-то основах, базовых вещах и, наверное, тоже какие-то нюансы всплывут. Привет, Женя, большое спасибо, что согласился прийти. Всем привет. Ну и первый вопрос тебе. Как это работает? Почему получается так, что подавая налоговую декларацию, работник Германии, как правило, что-то там получает назад? С чем это связано вообще? Действительно, часто после подачи декларации что-то возвращают. Здесь важно понимать, что этот возврат налога – это не какой-то там бонус для мигрантов или не какая-то там социальная выплата. Оно заложено в самой налоговой системе. И принцип здесь следующий. Тот, кто работает по найму, у него работодатель вычитает какой-то налог в течение года. Из каждой вашей зарплаты что-то вычитают, но это только авансовый платеж на то, что будет в конце года. То есть вы вносите предоплату из каждой вашей зарплаты на годовой налог. А потом, когда вы подадите декларацию, налоговая считает уже окончательно. Они смотрят весь ваш доход за весь год, все ваши расходы, какие-то особенности налоговой ситуации и рассчитывают уже правильную сумму налога. И дальше сравнивают. Допустим, в течение года из зарплаты вы заплатили как предоплату 10 тысяч, а на самом деле по итогам года должно быть 5. Тогда вы 5 тысяч переплатили, их вам возвращают. Может быть, конечно, наоборот. А если по каким-то причинам налог получился выше, то по итогам декларации получается доплата. Я еще слышал, что если человек не обязан подавать налоговую декларацию, а добровольно ее подает, и получается, что налоговый ему говорит, ты нам должен. Он может сказать, не, я пошутил, я передумал, я отзываю свою декларацию и ничего не доплачивает. Это правда или нет? Да, да. То есть, действительно, если декларация не обязательная, тогда налоговое решение принимают только по заявлению налогоплательщика. И его действительно можно отозвать. Но такой ситуации, когда декларация не обязательная и получается доплата, но это очень сложно себе представить. То есть система построена таким образом, что если человек не обязан подавать налоговую декларацию, то, скорее всего, он просто дарит деньги государству в этом случае. Да. То есть обязательная декларация как раз предусмотрена для тех случаев, где потенциально может быть доплата налога. Иностранец приехал в Германию. Получается, если он в этом году зарабатывал за границей какие-то суммы, ну, зарплату получал, он обязан подавать за этот год налоговую декларацию, несмотря ни на что другое? Если у него был до переезда доход больше, чем 410 евро за весь календарный год, то да, обязан. Если меньше, то не обязательно. Но опять-таки, если какие-то другие факторы не повлияли, основные случаи, их всего несколько штук, когда декларация обязательная. Это если есть какие-то дополнительные доходы, помимо зарплаты, больше, чем 410 евро. Если у налогоплательщика был класс третий, то есть у супругов 3-5 комбинация, и оба супруга работали, тогда тоже обязательно. Либо если человек работал на нескольких работодателя одновременно, то есть вторая работа уже шла по шестому налоговому классу. Это вот основные случаи. Там есть еще пару таких особенных ситуаций, но вот эти три – это основное. Ну и также, если человек работал параллельно, например, на себя, ты был в Зельфштендех, частный предприниматель, то в этом случае он тоже обязан подавать. Да. То есть это как раз первый случай, когда помимо зарплаты были еще доходы больше, чем 410 евро. Причем это могут быть как налогооблагаемые доходы, так и те доходы, которые налогом не облагаются, но учитываются при расчете налоговой ставки. Это вот называется прогрессионс форби хальт. Это в первую очередь разные пособия. Пособия по безработице, по болезни, кранкенгельт. Сейчас было очень часто курсарбайтергельт, то есть пособия из-за укороченного рабочего дня. Если человек получает такого рода пособия, то декларация тоже обязательная. И эльтернгельт, по-моему, тоже каталог. Да, да, да. Эльтернгельт, муторшафтсгельт тоже сюда входят, кранкенгельт, инзольвентсгельт. То есть, по сути, все пособия, которые заменяют заработную плату. То есть, когда человек теряет заработок, и вместо этого ему выплачивают пособия. То есть, вот такого рода пособия налогом сами по себе не облагаются, но если они больше, чем 410 евро, то декларацию подавать нужно, и, как правило, получается доплата. Есть такой миф, что если человек однажды подал налоговую декларацию, то с тех пор он обязан подавать ее постоянно. Так ли это? Это не так. То есть, это действительно миф. Но как он возник? Если вы никогда не подавали декларацию, у вас нет налогового номера, ваша налоговая инспекция по месту жительства, она вообще не знает, что вы существуете. И поэтому вас не трогают. Ну, до тех пор, пока о вашем существовании не узнают. Если вы декларацию подали, то на вас заявили налоговое дело, вам присвоили налоговый номер, и дальше отслеживают подачу декларации. И вот, допустим, один год вы подали декларацию, второй не подаете. Налоговая присылает вам напоминание. Там написано, что мы не получили от вас декларацию. Если вы обязаны ее подать, то подайте. Если не обязаны, то напишите нам. И вот из-за этих напоминаний многие считают, что их заставляют каждый год подавать декларацию. На самом деле, если декларация не обязательно, достаточно просто написать, что смотрите, я работал по первому налоговому классу, других доходов у меня не было, я пока что декларацию подавать не планирую. Потому что ее также можно подать и спустя несколько лет даже, да? Да. Обычный срок давности – это 4 года. Начинается он с конца, то есть когда вот налоговый период кончился. И потом в течение 4 лет, если декларация не обязательно, то ее можно подать, ее рассмотрят. И если был какой-то возврат, то начислят, причем начислят его с процентами. Если декларация обязательна, то там этот срок даже дольше. То есть он начинает течь не сразу, а только через 3 года. То есть, по сути, в течение 7 лет налоговый еще может потребовать декларацию. А если они придут к выводу, что вы умышленно не подавали декларацию, таким образом совершали преступление, уклонение от уплаты налогов, то тогда даже за 13 лет назад. Подай декларацию и спи спокойно, потому что если ты обязан это сделать, то ты молодец. Если ты не обязан, то, скорее всего, получишь возврат. А если даже не получишь возврат, то можешь сказать, я передумал, и отозвать ее обратно. Расскажи, пожалуйста, какова природа возврата денег? Если человек платит зарплату, с него снимаются налоги. Что еще там такое может быть, из-за чего получается снижение налогооблагаемой базы? Здесь, по сути, 3 случая могут быть. Одно – это налоговое сравнивает, сколько у человека вышли из зарплаты и сколько должно быть на самом деле. Если по каким-то причинам, допустим, из-за неоптимального налогового класса, из зарплаты вычитали слишком много, то, конечно, потом на основании декларации вернут. Самый распространенный случай – это когда налогоплательщик приехал в Германию, ему присвоили четвертый налоговый класс, он вместе с женой переехал, весь год он работает, потом подает совместную декларацию. Вообще-то, оптимально было бы иметь третий налоговый класс, при четвертом удержали слишком много, и вот этот переплаченный налог сейчас возвращают. Это вот первая ситуация – неоптимальный налоговый класс. Второе – это, допустим, налоговый класс был тот, который для этой ситуации подходит, но были какие-то значительные расходы на работу или другие налоговые вычеты. То есть, если налоговая база уменьшилась по сравнению с тем, из чего исходил работодатель, то, конечно, тоже получается, что налог переплатил человек и ему возвращают. Здесь, может быть, имеет смысл посмотреть, из чего общая налоговая база формируется, что можно учесть в декларации, чтобы она уменьшилась. Я сейчас попробую нарисовать. Вот весь ваш доход. Вот, допустим, какой-то вот кусочек. Из него, во-первых, вычитаются расходы, которые связаны с получением дохода. То есть, вот мы отрезаем сразу какой-то вот кусок. Это, если вы работаете по найму, то, допустим, у вас могут быть расходы на переезд, расходы на покупку орудий труда, на поездки до места работы и так далее. Это вот первое то, что вычитается. Потом вычитаются, это называется особые расходы, по-немецки, Sonder-Ausgaben. Это, в первую очередь, социальные взносы. То есть, это медицинская страховка, взносы в пенсионный фонд и еще пару мелких взносов. Потом из дохода вычитается особое обременение. Это называется Ausgaben. Они действительно... То есть, это та ситуация, когда у человека какие-то необычные расходы, которых у большинства людей нет. Это могут быть, допустим, значительные медицинские расходы или помощь нуждающимся родственникам, если человек обязан помогать им. Потом вычитаются некоторые другие налоговые вычеты. Это, например, для родителей, которые одни воспитывают ребенка. То есть, вот это Alain Ertzienden, Freibetrak. Могут быть вычиты на детей. Еще пару таких мелких вычетов. Но вот все это вычитается, и только из того, что осталось, вот оно, с этого вы платите по доходу налог. Тут я хочу добавить, что еще есть вычет для родителей ребенка-инвалида. Если в семье есть ребенок-инвалид, там довольно существенный тоже кусок можно списать. Причем даже совершеннолетнего ребенка, если он в семье воспитанного, живет дальше с мамой и с папой, родители могут использовать эти налоговые вычеты. Совершенно верно. То есть, это идет в категорию особое обременение, но там ребенок переносит свое особое обременение, вот этот налоговый вычет на детей-инвалидов, на родителей. В этом как раз особенность немецкой налоговой системы. Может быть, по сравнению с другими странами, где берется просто доход, и на него начисляется налог. Нет, здесь из вашего дохода вычитаются куча всяких вещей, и только то, что остается, на это начисляется по доходу налог. Соответственно, вот в каждом этом элементе, если добавить туда какие-то дополнительные расходы, налоговые вычеты, то у вас уменьшится налоговая база, и, соответственно, налог будет ниже. Ведь налоговая ставка в Германии растет вместе с величиной дохода. То есть, сокращая налоговую базу, я одновременно еще и уменьшаю налоговую ставку. Правильно? Да, совершенно верно. То есть, здесь эффект двойной. То есть, с одной стороны, уменьшается налоговая база, то есть, то, на что налог начисляется, и уменьшается сам процент налога. Если у вас значительные есть расходы, которые при вычете налога и зарплаты не учитывались, то может быть значительный возврат налога. Давай теперь поговорим о том случае, когда человек приехал в Германию, вот в этот год, в год переезда, какие есть у него особенности еще, помимо того, что супруга, если приехал, то налоговый класс помогает? Это третий случай, когда может быть значительный возврат налога. И связан он с особенностью немецкой налоговой системы, с тем, что у нас прогрессивная шкала налоговложения. То есть, чем выше ваш доход, тем выше налоговая ставка. И вот сейчас я объясню, в чем здесь особенность в год переезда. Идея здесь в следующем. То есть, вот это вот все ваш доход, который вы получили за календарный год. Это налоговая ставка. И вот нужно представить себе так, что на первые элементы дохода, она нулевая. Чем выше ваш доход, тем выше будет налоговая ставка. Она будет, допустим, 10%, 15%, 20%, ну и где-то там может в конце уже приближаться к 40%. Теперь в год переезда ситуация следующая. Ваш доход, он складывается за календарный год из того, что вы заработали в Германии и из-за того, что было до переезда. То есть, вот, допустим, какой-то кусок был до переезда. Скажем, в России вы заработали его. А вот эта вот часть, это вы получили уже в Германии. Теперь, поскольку налоговая ставка, для того, чтобы рассчитать, нужно брать весь доход за календарный год, то немецкая налоговая берет вот все это, и то, что в России было, и то, что в Германии, и считает, какая там должна быть налоговая ставка. То есть, допустим, вот у вас доход был большой, и получится около 30%. Но применяют эти 30% только к немецкой части дохода. То есть, вот 30% возьмут только вот на вот это вот. То, что вы получили в России, оно налогом не облагается, только увеличивает налоговую ставку. И теперь ситуация следующая. Допустим, если у вас среднемесячный доход в России был меньше, чем в Германии, то получается так, что работодатель вычел слишком высокие налоги, и их вам возвращают. Чтобы это понять, я попробую привести экстремальный пример. Допустим, человек учился в университете, скажем, в России, неважно, в Украине, и вот он весь год учится, у него доходов вообще никаких нет. Потом он к концу года заканчивает учебу и сразу же находит хорошую высокооплачиваемую работу в Германии, переезжает сюда. Допустим, он переезжает в декабре, и ему сразу назначают зарплату в 10 тысяч евро. Теперь, что делает работодатель? Он не знает, какой у нашего налогоплательщика доход за весь календарный год. Он знает только доход за вот этот один месяц и считает следующим образом. Сколько бы он заработал с этой зарплатой за весь календарный год. То есть за весь год он получил бы 120 тысяч. И вот при 120 тысячах там ставка будет около 40%. И 40% работодатель каждый месяц вот из этих 10 тысяч вычитает. Ничего другого он сделать не может. Он по закону обязан брать за основу для расчета налога на заработную плату вот ту ежемесячную зарплату, которую он платит. Теперь в нашей ситуации на самом-то деле у нашего налогоплательщика был доход не 120 тысяч, а всего 10, которые он в декабре заработал. И на эти 10 тысяч ставка нулевая. То есть ему работодатель вычел 40%. Когда сейчас наш налогоплательщик подаст декларацию, докажет налоговой инспекции, что до переезда он учился и доходов никаких у него не было, и он всего получил за календарный год вот немецкие 10 тысяч, ему все эти 40% целиком вернут. Как именно подавать налоговую декларацию? Как это происходит? Я знаю, у меня на форуме многие пишут, что они заполняют прям руками вот эти или через сайт Эльстер формуляры налоговой службы, просто заполняют, там цифры туда пишут. Есть ли более эффективные способы? Да. То есть можно, конечно, взять бумажный формуляр в налоговую инспекцию. Для тех, у кого только доходы от работы по найму, это возможно. Если у вас есть предпринимательские доходы, хотя бы небольшие, то вам уже нужно в электронной форме подавать. Второй вариант – подавать в электронной форме. Это, конечно, более разумный подход. Почему? Во-первых, вам проще заполнить декларацию. Вам не нужно каждый раз, если вы на бумаге что-то неправильно заполнили, вам нужно весь лист выбросить и заново его заполнять. Во-вторых, когда вы декларацию подадите, вы получите протокол о пересылке. Вы этим можете доказать, что да, декларацию вы подали, причем вот именно в этот момент. Но самое главное то, что если вы подаете электронно, то какая бы программа ни была, она покажет вам в конце примерно расчет налога. То есть вы уже будете знать, на что вам рассчитывать. Если вы подаете на бумаге, то вы кидаете его в почтовый ящик, и дальше вообще непонятно, что из этой декларации будет. Доплата налога или возврат. Теперь, если подавать электронно, то где? Вы можете зарегистрироваться на сайте Эльстер, налоговая инспекция. Там можно бесплатно подать все налоговые декларации. Второй вариант – это есть в интернете разные программы, которые помогают за, опять-таки, небольшую оплату подать налоговые декларации. Преимущество их в чем? В том, что там немножко больше подсказок, чем в самом Эльстере. То есть вот в формулярах налоговой инспекции там вообще никаких подсказок нет. Вы его заполняете, как вам удастся, и все. Есть популярная программа «Что.РГО?». Там, в частности, есть и русский интерфейс, то есть даже все эти подсказки на русском языке. Она вам, допустим, скажет, что вот здесь можно было бы внести еще что-то. Но все эти подсказки, скажем так, в рамках возможного и какие-то вот серьезные особенности там вряд ли удастся отобразить. Ну и третий вариант – это подача через консультанта. То есть, например, я подаю декларацию профессионально для моих клиентов. Тогда мы, конечно, уже разбираем налоговую ситуацию детально и смотрим, какие налоговые вычеты можно вот в этой конкретной ситуации получить, либо как можно вот оптимально эту ситуацию отразить в налоговой декларации. Если налоговая служба получила запрос на рассмотрение декларации, нашла там, наверное, какие-то ошибки или какие-то уточняющие вопросы возникли, как это все дальше происходит? В идеале они вам пишут письмо и говорят, что, допустим, нам непонятно вот эти данные. Или нам данные понятны, но мы хотим к ним какие-то подтверждения. Допустим, вот типичная история. Вы указываете доход до переезда. В любом случае налоговый потребует ну хоть какой-то документ о нем. Дальше вы на эти вопросы отвечаете. Ну и в какой-то момент вы на все ответили. Тогда налоговая инспекция принимает решение. Может быть, конечно, такое. Здесь все зависит от конкретного налогового инспектора. Может быть, у него вопросы есть, но ему лень вам писать. Тогда он сразу принимает какое-то дурацкое решение. И дальше вам уже нужно его обжаловать. Ну, то есть, классическое такое «докажи, что ты не верблюд». То есть, тебе говорят, ты верблюд, а ты потом доказываешь, что нет, я человек. Да, но эта ситуация нетипичная. То есть, как правило, налоговый инспектор, если ему что-то непонятно или он в каких-то данных сомневается, он вам напишет письмо, попросит то-то и то-то предоставить, даст разумный срок. Причем эти сроки, их всегда можно продлить. То есть, если они вам дали, например, месяц, а вам нужно получить какую-то справку, скажем, за границей, вы можете просто написать, что мне нужно не месяц, а два, или, может быть, три даже. Да, и налоговый инспектор, он подождет. Ну, только если запросить. Тут я хочу встрять немножко и рассказать, что как раз иностранцы очень часто имеют проблемы с общением с налоговой, просто потому что не знают законов. То есть, это как вот в анекдоте, когда там лев построил всех зверей и говорит, ты приходи ко мне на завтрак, ты ко мне на ужин, ты ко мне на обед. А заяц говорит, а можно не приходить? Тот говорит, можно, вычеркиваю. То есть, примерно так и работает в Германии. То есть, вам присылают суровое письмо, в котором там укажен срок, что прислать, как прислать, а дальше вы должны сами с этим как-то работать. И если у вас нет четкого понимания, что делать, как делать, языковых знаний не хватает, то здесь вас подстерегает капкан, ловушка. Если вам нужны услуги налогового консультанта, Евгения Шевцова, с которым я сейчас беседую, то ссылка внизу в описании под этим видео и в прикрепленном комментарии имеется. Допустим, налоговая прислала письмо и говорит, что вот такой бешайт, да это называется штор бешайт, что вот мы решили, что вот так. А ты, ну как налоговый консультант или, например, сам клиент не согласны. Что можно с этим поделать? Против налогового решения можно подать жалобу. Называется Аньшпрох. Она бесплатная. То есть налоговая инспекция ничего не возьмет за рассмотрение этой жалобы. Конечно, если вы подаете через адвоката или налогового консультанта, он, скорее всего, что-то возьмет за подготовку жалобы, но это вопрос вашей договоренности. Вот важно здесь два момента. Эту жалобу нужно подать письменно, то есть позвонить в налоговую инспекцию и сказать, что вы не согласны, этого недостаточно. И второй момент, ее нужно подать в течение одного месяца после того, как вам вручили налоговое решение. Расчет того срока, он немножко не совсем всегда понятен, потому что прибавляется еще три дня на пересылку решения. Но вот если, скажем так, вы возьмете дату решения и в течение одного месяца после этой даты подадите жалобу, то все будет точно в порядке. Дальше вы подали жалобу. Ее можно подать даже без обоснования. То есть достаточно написать, что я с решением не согласен и подаю этот Аньшпрох. Лучше, конечно, обосновать, потому что если вы не обосновали, то налоговый скажет, что ну да, мы еще раз проверили решение, они обязаны в любом случае проверить, но они скажут, ну конечно, мы уверены в том, что оно правильно, так же, как и были уверены в этом раньше. Если вы напишите, что я не согласен с тем-то и с тем-то, может быть, приведете какие-то аргументы, приложите новые документы, тогда ее будут уже рассматривать по существу и через какое-то время примут решение. Время на рассмотрение жалоб, оно не ограничено. Через шесть месяцев можно подать жалобу против того, что не рассматривают жалобу, но вообще может все тянуться бесконечно. В теории. На практике, конечно, жалобу рассматривают относительно быстро, то есть может быть месяц, два, и потом принимают какое-то решение. Если у вас есть разумные аргументы, то решение будет позитивное. То есть это не так, что налоговый инспектор в любом случае хочет ваш возврат срезать, вам навредить и так далее. Нет. То есть если у вас есть право на тот или иной налоговый вычет, вам его признают. Если вы получили позитивное решение по жалобе, то есть вам просто присылают новое налоговое решение, новое, что рбшает, но этим все закончилось. Если вы налоговую инспекцию не убедили, тогда жалобу отклоняют. Против этого можно уже подать в финансовый суд. Но, скажем так, прежде чем подавать в финансовый суд, нужно, конечно, 10 раз подумать, потому что это уже связано с дополнительными расходами. Да, во-первых. Во-вторых, ну вы должны быть, ну если не на 100%, ну хотя бы процентов на 60, уверены в том, что вы этот процесс выиграете. Если ваша аргументация очень сомнительная, то, конечно, не стоит. Лучше согласиться с решением налоговой инспекции и, может быть, попытаться в следующем году еще раз. Отыграться. Второй этап. Да. Если налоговая ошиблась и прислала мне решение, с которым я не согласен, но там стоит, что я должен заплатить, я не знаю, там 500 евро им перевести, я должен сразу это сделать или могу, пока это все не закончилось, не платить ничего? Платить нужно. Правда, не сразу, то есть там выставляется срок на оплату, обычно один месяц, но жалоба, она не приостанавливает исполнение решения. То есть даже если я подал жалобу, платить все равно нужно, потом с ней разберутся, и если я был прав, то то, что я заплатил, вернут. Единственное, что, если подать ходатайство о приостановлении принудительного исполнения, называется и налоговый его удовлетворит, тогда не нужно платить. Но, как правило, так и делается, то есть вы пишете жалобу и говорите, что я хочу, чтобы исполнение приостановили. И если у вас разумные аргументы, то налоговая инспекция приостанавливает исполнение и говорит, что хорошо, пока мы жалобу не рассмотрим, можете не платить. Только тогда можно действительно спокойно не платить на начисленный налог. Окей. Ну, а если ситуация все-таки нас удовлетворяет и там какой-то возврат, то налоговая просто переводит мне на счет деньги и этим все заканчивается? Да, совершенно верно. То есть вы в декларации, в идеале вы указываете номер счета, на который вам переведут деньги. И перевод делается в тот же день, когда принимается решение. Если на решение стоит 7 января, то нужно исходить с того, что в тот же день они переведут вам деньги. То есть, как правило, вы получите их раньше, чем само письмо бумажное. То есть каких-то проблем именно с самой выплатой их не возникает. То есть не так, что вам нужно бегать, потом выбивать деньги. Нет. Если вы номер счета не указали в декларации, то потом вам пришлют письмо и спросят, куда нам переводить эти деньги. Бывает ли так, что, например, человек по ошибке, ну или сознательно что-то там не указал, налоговая это выяснила. И что тогда, что происходит тогда с человеком, который обманул сознательно и несознательно финансамта? Если вы умышленно обманули налоговую инспекцию, то это преступление, уклонение от уплат налогов. И здесь, ну, какая-то санкция будет. Насколько вас сильно накажут, зависит в первую очередь от закрытой суммы. То есть, если это там 100 евро, то они, скорее всего, вообще закроют глаза. Если это, допустим, на 3000 евро вы сокрыли налог, то тогда есть возможность уголовное дело закрыть без судимости, но со штрафом. Если там какая-то, ну, уже ощутимая сумма, 10, 20, 30 тысяч, тогда, в любом случае, этим будет заниматься налоговая полиция. Там есть специальная налоговая инспекция, которая занимается с расследованием налоговых преступлений. И они начислят либо штраф, либо, в худшем случае, уже лишение свободы. Ну, я так понимаю, что лишение свободы, это когда там человек уже миллион скрыл, наверное. Да, совершенно верно. То есть, вот реальный срок вам дадут, если вы скрыли больше, чем на миллион. До того, примерно между 100 тысячами сокрытого налога и миллионом, там условное лишение свободы, вот до 100 тысяч, как правило, дают штраф. То есть, штраф, конечно, большой, но все-таки вы останетесь дома. До 100 тысяч имеется в виду, что это именно скрытого налога, то есть, это не ваш доход, а это именно то, что вы должны были налоговой отдать, если бы все сделали правильно. Поэтому, скрывать-то, в общем-то, нечего, все нужно декларировать и надеяться, что в итоге налоговая вам что-нибудь вернет. Если вам не хватило информации, можете задавать вопросы под этим видео в комментариях, на форуме, на сайте проекта. Старайтесь подавать налоговую декларацию каждый год и, скорее всего, это будет вам плюс. Ну что ж, большое спасибо за интересную беседу. Надеюсь, это было вам полезным. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Евгений, еще раз большое спасибо. Все, всем пока, удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин